Ну и сейчас мое выступление, посвященное еще одному мероприятию на формуле рукоделия, это Большой шерстяной турнир. И, конечно же, сейчас сюда я хочу позвать Елену Сеченову и Светлану Фомину, которые пришли. Девочки, выходите. Свет, выходите. Так, Лен, да, вы расставьте. Итак, в рамках формулы рукоделия, в рамках нашего фестиваля «Современный войлок» мы будем проводить Большой шерстяной турнир. Что это такое? Этот формат мы придумали со Светой Успищей и вначале хотели посвятить его, честно скажем, сухому валянию. Но как-то не сложилось, там, в силу каких-то обстоятельств, и мы договорились и пришли к выводу такому, что мы проведем его по такой технике, как шерстяная акварель. Это когда шерстью выкладываются картины. Наверное, воплотить в шерсти можно все, что угодно. И сейчас, вот, наверное, девочки нам об этом расскажут. Регламент шерстяного турнира такой. Мы берем пять команд. В каждой команде два участника. Задается тема. Тема турнира будет «Настроение». И команды стартуют в 10 часов утра в субботу, 1 октября. И до двух часов они делают на заданную тему настроения какую-то свою работу. Дальше члены жюри оценивают эту работу и присуждают первое место. Никто не отменяет приз зрительских симпатий. Если вдруг вы не будете согласны с мнением жюри, вы можете выбрать ту работу, которая вам нравится больше, и проголосовать именно за нее. Победитель будет награжден на сцене. Все участники получат дипломы и ценные призы в виде бонуса от шкатулочки. Потому что мы являемся партнером в этом мероприятии. И в начале, когда вот эта вот идея у нас родилась, я обратилась к Лене Сечиной и сказала, Лена, давайте, вы у нас уже третий год преподаете эту тему, шерстяная акварель в студии. Вам должно быть это интересно. Лена, конечно же, загорелась и сказала, да, 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 точно. Но потом вдруг выяснилось, что по семейным обстоятельствам ее 1 октября не будет в Москве. Но это ее не смутило. Лена, кого вы выставляете? Кого у нас? Оля, кого вообще когда чего-то смущает, вы уже сами знаете. Но так как я уже, как Оля сказала, не первый год в шкатулочке веду мастер-классы, то учеников у меня уже достаточно. Вот, и Оля попросила, сказала, Лена, от тебя на две команды. Я сказала, окей, будет. В течение позавчерашнего дня команды были набраны. И, значит, двое из моих четырех участников, они сами уже преподают эту технику шерстяная акварель, проводят уже мастер-классы, поэтому одна из них будет Наталья Андреева, вторая Ева Ильян, вот они как раз уже тоже, можно сказать, мастера. Да, и Оля Хаенко, и Степана, господи, Алена Полюшкина, вот четыре участника. Да, уже есть, да. Собственно говоря, что еще? Две команды у нас готовы. Да, две команды шкатулочки у нас готовы, поэтому всех остальных участников, кто хочет, может принимать участие. Да, и сейчас я представлю третью команду, которая у нас уже заявлена на этом конкурсе. Это команда непосредственно Светланы Фоминой. Светлана, расскажите про себя, и кто у вас в команде будет? Ну, про себя я не знаю, что рассказать. Ну, расскажите, как вы увлекаетесь этим видом творчества? Ой, ну, поскольку как бы с творчеством художественным я все время имела дело, ну, вот как-то вот эта техника меня очень заинтересовала в какой-то момент. И вот я и продолжаю заниматься параллельно со всеми остальными делами. Ну, вот наша команда буду я и моя ученица тоже так же. То есть растим себе смену поколения новых художников. В общем, девочки, если вдруг кто-то хочет, опять формула рукоделия, регламент они тоже обещали выложить на следующей неделе, а так вы уже об этом знаете, утверждено уже трое членов жюри. Это Светлана Оспищева, все вы ее знаете, будет главный редактор журнала «Формулы рукоделия» Лариса Смышникова и помощник главного редактора издательства «Контент». Это издательство, которое очень много публикует всяких интересных журналов и книг именно по рукоделию. Там и по пейчверку, и по японскому пейчверку, по валянию у них есть несколько книг, ну и так далее, по вышивке, ну и так далее. Так что они в нашей рукодельной теме. Так что если у вас есть желание принять участие, выставляйте свою команду, потому что мы пока берем только пять, потому что это пробное мероприятие и больше мы боимся. Я знаю, точно будет еще команда от фабрики, Троицкомбольной фабрики, ну а остальные вот ждем еще двух соперников. Девочки, спасибо, спасибо, что вы пришли, мы рады вас видеть, ну и мы пока продолжаем наши посиделки. Пусть работы постоят. Спасибо.